Четырёхлетний ребёнок, по утверждению педиатров, должен уметь выстраивать диалог со взрослыми, составлять текст из шести предложений и использовать в лексиконе вводные конструкции и междометия. Вадим Гадиатуллин не умеет и половины этого. Его словарный запас очень беден. Мама, папа, баба. Только эти слова он может произносить отчётливо. Но для его мамы и эти достижения сына кажутся большими. До недавнего времени малыш попросту молчал. Обратились к педиатру, она нас направила к неврологу. И вот она сперва сказала, подождите, ещё ребёнок маленький, мальчики поздно начинают разговаривать. Когда Вадиму исполнилось три года, мама поняла, что дальше ждать уже нечего и снова отправилась с сыном к врачу. Тот, в свою очередь, просто назначил медикаментозное лечение. Результатов такая терапия не дала. Официальный диагноз «задержка речевого развития» мальчишке поставили только в 4 года. Тут же родители Вадима начали поиски подходящего реабилитационного центра и нашли его за 60 километров от дома в Магнитогорске. После первого курса нам назначили токовые терапии, бак, занятия с логопедом, психологом. После первых занятий у нас уже появились слуги. Пока едем, видим разные эти машины, автобус, но не полные слова, как у нормального человека, а вот по слогам только. Хорошую динамику заметили и врачи клиники. Специалисты даже удивились столь быстрому эффекту лечения. В результате лечения, проведенного общения с логопедом, стал повторять слоги, улучшилось понимание речи. Есть положительная динамика. Чтобы закрепить результат, нужно пройти еще как минимум два курса реабилитации в платном центре. А у семьи, проживающей в сельской местности, нет финансовой возможности оплатить даже один курс. Поэтому растерянные и расстроенные родители, которые хотят, чтобы их сыночек стал в будущем самостоятельным и полноценным человеком, вынуждены просить деньги у телезрителей нашего канала. Если у вас есть возможность помочь семье, отправьте смс на номер 900. Укажите слово «Феникс» и сумму пожертвования через пробел. Деньги спишутся с банковской карты. Также есть возможность перевести сумму непосредственно на карту мамы Вадима, Юлии Валеевой. Ее номер вы сейчас видите на своих экранах. Даже самая малая крупица добра сможет сделать эту семью чуточку счастливей и подарить маленькому Вадимке полноценную радость общения с близкими и родными.